Галерея безопасности Мурманской области сейчас закрыта для посетителей, однако познакомиться с ее экспонатами и погрузиться в мир истории пожарной службы можно онлайн. Подробнее расскажет Кристина Харатова. Без экскурсий и общения не останутся. Специалисты галереи безопасности Мурманской области присоединились к всероссийскому тренду и теперь историю пожарной службы рассказывают посетителям официальной группы ВКонтакте, записывая небольшие тематические ролики. Методист самой северной в России пожарно-технической выставки Михаил Захаров уже рассказал о касках первой половины 20 века, которые представлены в музее. Их пожарные носили вплоть до начала Великой Отечественной войны. Также зрители могут познакомиться с ручным пожарным насосом «Сонин Пермь». Ему уже более ста лет, но он все еще находится в рабочем состоянии. Раритетный экспонат занимает центральное место в экспозиции. Главное достоинство данной модели был обогреватель. позволявший за две-три минуты обогревать клапана, что позволяло в свою очередь работать даже при очень сильном морозе. Сам «Сонин» позиционировал свою разработку как насос для местностей с очень суровым климатом. Отдельной темой онлайн-экскурсии стала пожарная техника «Мурманска», которую использовали в период Великой Отечественной войны. Уже доступно видео, в котором рассказывается о том, как спасатели перевели в отряд военизированной пожарной охраны НКВД, какие машины и снаряжения им были доступны. «ПМГ мог развивать скорость до 70 км в час и полюбился пожарным за быстроту и плавность хода. Одним из существенных недостатков этих машин был открытый тип. Отсутствовало специальное помещение для пожарных». Познакомили пользователей сотрудники музея и с уникальным пожарным ретроавтомобилем. Это послевоенная модификация «Ассо-2» на базе грузовика «ЗИС-150». Традиционно данная машина возглавляет парад пожарной техники в Мурманске. Чтобы подробно ознакомиться с выставкой и не пропустить экскурсии, нужно просто подписаться на страницу Галереи безопасности Мурманской области во Вконтакте.